На морском вокзале состоялось торжественное открытие маршрута Владивосток-Сакчо на борту парома Восточная жемчужина Oriental Pearl 6. «Сакчо и Владивосток являются самым ближайшим рейсом, и мы надеемся, что в дальнейшем будут продолжены культурные и экономические отношения, как и раньше. Мы думаем, что через наше судно мы сможем достичь этого». Помимо налаживания международных отношений в культуре и экономике, данное вводное сообщение улучшит развитие стран и в области образования. «Мы возобновляем грузопассажирское паромное сообщение с портом Сакчо, но для нас это очень важно. Это хорошая возможность развивать как экономику, так и сотрудничество гуманитарное. Оно самое разноплановое. Если говорить об экономике, то, безусловно, это еще и туризм, помимо фактического товара обмена. Но для нас это возможность направлять наших ребят, например, школьников и наших студентов, наших вузов для образовательного обмена, для культурного обмена». На церемонии выступили генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ха Бён Кю и временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Приморского края Ленар Нуреев. Новый паром будет ходить два раза в неделю, а длительность маршрута составит 22 часа. Цены по прайсу составляют от 48 тысяч рублей до 234 тысяч. Это самая дорогая каюта парома «Сьют». Также все пассажиры будут иметь возможность посетить ресторан и кафе-магазин. «На данный момент на восточной жемчужине можно разместить около 650 человек, но для удобства мы приняли решение ограничить до 500, чтобы в каждой каюте могла разместиться исключительно семья». Стоит отметить, что судно отправилось из порта Владивостока на следующий день после церемонии открытия. В дальнейшем планируется запустить прямой авиарейс, который свяжет Владивосток и Сеул. Олег Завьялов, Степан Скляров. Новости на восьмом.